Скотоводы сразу двух сел в Алматинской области требуют выделить участки для пастбищ, поскольку пасти скот им попросту негде. При этом земля есть, но, как выяснилось, она находится в частных руках. Если ситуация не разрешится, бьют тревогу сельчане, поголовье скота может резко сократиться. Масштаб проблемы оценила Салтанат Нургалиева. Жители сел Шалкар и Акжал многие годы занимаются животноводством. На их счету не один десяток голов крупнорогатого скота. Но пасти их вот уже несколько лет негде. Хотя земля есть. Из-за отсутствия пастбищ вот так стадо коров и табуны лошадей свободно прогуливаются по селу средь бела дня. А ведь рядом школа. Вокруг бегают дети, да и мимо проезжают машины. Стадо приходится держать в сараях. На сегодняшний день, по словам местных жителей, это единственный выход. Как выяснилось, порядка двух тысяч гектаров земли перешли в частные руки. С этим категорически не согласны местные жители. По их словам, сейчас на два села осталось 45 гектаров. Местный Аким выделил нам 250 гектаров земли. Но чтобы туда доехать, нужно как минимум пересечь 4-5 гектаров земли. Одна сторона огорожена, другая вскопана. Ехать надо по шоссе. Там нет воды. Скот попросту не выживет в таких условиях. Земли народа везде загорожены чиновниками. Скоты привозят, отпускают на нашу территорию, пасут тоже. Пастухов нет у них, и скот умирает. Везде валяются трупы. Уже наступит лето, жара, и инфекция вот этой болезни, и наши скоты опять же будут болеть. Опять же сельский округ будет страдать. По словам же Акима, участок передали в частные руки в 2018 году для развития молочной фермы. После жалоб сельчан выяснилось, что землю выделили незаконно. Об этом говорится в официальном ответе прокуратуры Алматинской области. Теперь вопрос на контроле правоохранителей и минсельхоза. Вопросы передачи собственности, вопросы присоединения, отчуждения земельного участка. На данный момент земельная инспекция Алматинской области этим вопросом занимается. Если земельная инспекция или прокуратура города Конаев внесут представление, или выйдут с исковым требованием в экономический суд о признании всех сделок недействительных, тогда земельный участок будет переходить в земельный запас города Конаев. Тем временем возврат неиспользуемых земель в других частях района продолжается, заверил глава округа. Сельчане надеются, что уже скоро они тоже смогут выращивать скот и развивать сельское хозяйство.